Мы все хотим жить хорошо и комфортно. Среди красивых домов пользоваться развитой инфраструктурой. Повышение комфорта жизни в край прежде всего предусматривает стратегия развития региона, представленная Михаилом Дегтяревым. Эта задача амбициозная, прежде всего для строительной отрасли. Проекты, которые уже начали реализовываться, требуют максимально эффективной работы девелоперов. А в этой отрасли накопилось за последние годы изрядное количество проблем, иначе бы мы это так часто не обсуждали и по всему городу не стояли бы объекты незавершенного строительства. Эти проблемы известны и депутатам Краевого парламента, и как они намерены их совместно с Краевым правительством решать, расскажет наш гость Денис Андреевич Кром, заместитель председателя комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам государственного устройства и местного самоуправления. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, по вашему наблюдению, незавершение, либо затягивание строительства чаще всего с чем связано? С финансовыми причинами, либо, возможно, недостатками проектов? Как принято говорить, это комплекс проблем. Поэтому комплексу проблем нужно комплексное решение, комплексный подход. Давайте, наверное, немножко раскроем для ваших зрителей. Если мы возьмем за 100%, это акт ввода в эксплуатацию, получение, когда объект сдается, то есть это получение ЗОСа. Возьмем это за 100% и разобьем, давайте, на 4 подгруппы. Условно 30%, 30%, 30% и 10%. Где первые 30% будут выступать все наши региональные органы, как исполнительные власти, так и законодательные власти. Если говорить про исполнительную власть, это служба заказчика Хабаровского края, которая находится в подведомстве Министерства строительства. Заказчиком у нас может выступать любой ГРБС, как известно, то есть это может быть и муниципальное образование, и Министерство строительства. Также там в этой структуре есть Гостроинадзор и законодатели. Это мы возьмем власти, региональные власти. Следующие 30%, по нашему убеждению, по нашему наблюдению, это самая проблемная точка, на которую мы сегодня делаем акцент и хотелось бы ее исправить. Первый, это проектировщики. То есть 30% это государственные органы, вторые 30% это проектировщики, проектные институты, коммерческие в основном. И третий 30% это те самые подрядные организации, которые уже строят и реализуют те самые проекты. Ну и 10%, раз я уже так значил, давайте, пускай это будет небольшой поправкой на погодные условия и на форс-мажорные обстоятельства. Но все-таки самое узкое, самое слабое звено это, получается, проектировщики? Общаясь с предпринимательским сообществом, общаясь с гражданами, понимаем о том, что те нереализованные проекты, которые, к сожалению, у нас в субъекте есть, во многом эта проблематика связана именно с проектами, то есть с проектно-сметной документацией. Начали углубляться в этот вопрос и искать причинно-следственную связь, в чем заключается проблема. Ну, вроде бы, да, есть 44-й федеральный закон, по которому любое коммерческое предприятие, проектные институты могут зайти на аукцион, забрать. То есть у них есть опыт, у них есть квалификация, они проектируют, после этого, соответственно, застройщики строят. По идее, все довольно-таки прозаично, просто и понятно, как это и применимо у нас на данный момент. Но при всем при этом мы видим, к сожалению, очень удручающую ситуацию, которая относится не только к нашему субъекту, что уж здесь говорить, а относится абсолютно ко всем субъектам Российской Федерации и связана с ненадлежащим качеством именно проектирования. А строитель, он обязан в определенном месте заказать проект? Либо он на выборы может выбрать любую проектную организацию? Согласно 44-му федеральному закону, размещение аукциона и, как последствия, заказчик размещает аукцион о том, что необходимо проектирование. Проект может реализовать, то есть на аукционе, на этом тендере получить любой, с любой точки страны нашей, любое коммерческое предприятие при определенном ряде условий, которые там озвучены до этого. И застройщик, получается, не может настоять, что вот я вот доверяю только этой организации, закажу им, да? Ну, абсолютно верно. Тогда была бы корпусоногенная составляющая, потому что два коммерческих предприятия и государственные не могут вместе принимать решение и быть в каком-то сговоре. Для этого и существует. Во-первых, это рыночный вопрос, вопрос ценовой политики. Поэтому, кто выходит на аукцион, то дает самый нижний потолок цены, соответственно, тот и выигрывает этот тендер. Я согласен за огромную проблему. Это как озвученная проблема. Теперь хотелось бы от озвученной проблемы перейти к решению этой проблемы. По нашей разработке, по нашему убеждению, мы планируем, как законодательная дума, выходить к губернатору Хабаровского края Михаиловичу Дегтяреву с этой инициативой. Для того, чтобы отстроить эту систему, мы посмотрели практику применения в других субъектах, как это работает. Появилась очень интересная опция у всех субъектов в связи, к сожалению, с пандемией коронавируса и теперь специальной военной операцией. Эта опция уже на протяжении трех лет называется «единственный поставщик». То есть можно теперь при определенной ответственности, которую на себя может взять глава субъекта, по своему распоряжению он может назначить единственного поставщика. Но, сразу с оговоркой, здесь должно быть понимание, что тогда изменится. Если будет коммерческое предприятие, которое будет проектировать у нас в Хабаровском крае, либо, условно, это будет там с Москвы, специалисты, к сожалению, и кадры, дефицит, он везде существует, пошли дальше, начали смотреть, погружаться в эту проблематику, смотреть, как это можно было бы замкнуть эту цепочку, чтобы она работала более эффективно. Пришли к такому выводу о том, что необходимо даже не создавать, а просто хорошую практику, которую было раньше, вспомнить и снова применить. Это краевой институт, который будет у нас заниматься нашим проектированием. То есть это будет краевой университет, краевой институт. Дальше, если чуть разобраться по моделям, получается, у нас есть региональная служба заказчика в лице Министерства строительства, которая заказ на этот подряд формирует. У него есть деньги. Будет государственный институт, который будет проектировать. Остается третье звено, которого у нас нету, и которое очень хотелось бы видеть. Третье звено – это конкретные производители, то есть застройщики. Будем ходатайствовать перед Михаилом Владимировичем и обсуждать этот вопрос, возможно, на коллегии, чтобы рассмотреть вероятность появления у нас регионального, под эгидой Министерства строительства, регионального застройщика, который будет на себя брать обязательства по исполнению социально значимых проектов, социально важных. Почему я сделаю эту оговорку социально важных? Потому что мы же не можем, понимаем, да, во сколько может быть экономический урон, какой мы можем нанести коммерческим предприятиям. Чтобы мы не залазили в их зону, а те самые проекты, которые у нас сейчас не достроены, там по объективным причинам, те самые проекты, которые не реализованы, либо находятся в отдаленных районах, куда сейчас не хотят заходить, к сожалению, коммерческие подрядчики. По объективным причинам, потому что у некоторых экономическая составляющая не бьется, у некоторых мощностей не хватает, но мы встаем перед выбором. Что нам делать? Объекты-то реализовывать нужно? Чтобы реализовывать объекты, мы видим себе этот механизм, чтобы он работал, когда будет три структуры краевых, по факту, находящихся под эгидой Министерства строительства, где будут они фактически находиться условно в одном здании, и все эти чиновники заинтересованы, так же, как и мы, как и Законодательная Дума, заинтересованы в скорейшем реализации этих проектов. А не получится, что мы возвращаемся фактически к советской системе? Вы знаете, отчасти, может быть, это выглядит и так, но если посмотреть опыт и практику, давайте просто вспомним, сколько советского наследия сейчас стоит, и она прекрасно живет, и очень хорошо себя чувствует. Но, опять же, не появляется ли коррупционная опасность, с которой, собственно, существующее законодательство и борется? А коррупционная... Ну, получается, у нас монополисты появляются? Вопрос резонный, вопрос справедливый. Здесь нужно разделить, еще раз, есть торги, которые заведомо непривлекательные, к сожалению. Условно, у нас по букве закона, если три раза аукцион в службе заказчика по каким-то причинам никто не заявился, то на следующий год, то есть мы возвращаем, если особенно это федеральная программа, ФАПы, амбулатории, нам приходится, к сожалению, эти деньги возвращать в федеральный центр. Здесь у нас, получается, существует, появится предприятие, которое берет на себя эти обязательства и выполняет. Тоже может быть резонный вопрос, а не будет ли это предприятие глубоко дотационным? Потому что с большой вероятностью, если не заходит бизнес, коммерческий бизнес, значит, там есть проблемы. Есть проблемы, наверное, не только с ПСД, а есть проблемы, наверное, и с экономикой. Потому что предприятие любое должно в себе аккумулировать средства и как-то дальше развиваться. Потому что необходимо что краевому предприятию, что коммерческому, как минимум, находиться на самом балансе, а еще желательно зарабатывать деньги. Здесь мы видим увязку с недавно появившимся у нас структурой под названием промышленный кластер, строительный промышленный кластер. И видим эту увязку, очень успешно работающую вместе. Вы знаете, да, что строительный кластер – это конгломерат, это комплекс предприятий по производству. По производству материалов строительных, которые мы надеемся на то, что будут идти во многом навстречу. И какие-то необходимые для строительства материалы можно будет как-то путем концессии, договоренностей, можно будет как-то покупать по разумной рыночной цене. При всем приеме… Так, векает вопрос. А вы обсуждали эти планы с представителями бизнеса? Безусловно, безусловно. Я вам скажу больше. Фактически эта инициатива, этот запрос и пошел как от бизнеса, так и от людей. Потому что, понятно, здесь есть и социальный эффект, и экономический эффект. Экономический – это бизнес, социальный – это люди, которые не получили свои дома, врачи, которые не получили ФАПы. В эту же повестку буквально вчера я совместно с коллегами выезжал на предприятие, одно из самых крупнейших, которое у нас раньше работало, я думаю, все его прекрасно знают и помнят, домостроительный завод. – Как к этому относятся в правительстве? Потому что вы придумаете систему, но с этим разбираться придется министерству строительства? – Мы с министром строительства предварительно по этому поводу говорили. И так как у нас все, что законодательная, что исполнительная власть, настроены на единую цель, а единая цель у нас – реализовать те поставленные задачи, которые есть, и ввести все метры квадратные в эксплуатацию. Поэтому любая инициатива, она приветствуется хоть с верхов, хоть с низов. И Михаил Владимирович в том числе настроил всех на конструктивную, продуктивную работу. И сейчас смотрим увязку, чтобы это юридически и экономически укладывалось в нашем... – Теперь самое главное. От вас, как от краевых парламентариев, что зависит? Вам надо внести какие-то изменения в законы? – Для того, чтобы это успешно реализовалось, здесь необходимо, конечно, как я сказал в первой части выступления, комплексный подход. Комплексный подход, он заключается в следующем, что мы видим эту линию развития тем составом, тем комплексом, который я ранее озвучил. После этого есть исполнительная власть, которая практику применения должна понять, как это структурно будет выглядеть, как это будет иерархически выглядеть, кому что будет подчиняться. После этого должно быть совещание, по итогам которого права, эти все предложения должны лечь первому лицу уже на стол и должно быть принято решение. В студии программы «Политпрайм» был Денис Андреевич Кром, заместитель председателя комитета законодательной думы Хабаровского края по вопросам государственного устройства и местного самоуправления. Мы прервемся на неделю. Следующий выпуск «Политпрайма» будет во вторник, 6 декабря. Не пропустите! Продолжение следует...